3 миллиона 7 тысяч рублей. Такую сумму неэффективного расходования бюджетных средств в 2019 году выявила контрольно-счетная палата. Львиную долю этих расходов составила выплата архитектурной мастерской, которая обратилась в арбитражный суд с исковым требованием к муниципальному казенному учреждению УКС о взыскании задолженности по муниципальному контракту и судебных расходов по оплате государственной пошлины. Общая сумма возмещения в данном случае составила 2 миллиона 474 тысячи. В прошлом году бюджет корректировался четыре раза. Изменения в основном касались поступления областных и федеральных солевых средств, собственных доходов, если они отличались от запланированной суммы, а также перераспределения бюджетных ассигнований. В 2019 году доходы бюджета превысили расходы более чем на 103 миллиона рублей. Безвозмездные поступления составили 3 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления в бюджет имеют удельный вес более 75 процентов среди всех поступлений, формирующих доходную часть бюджета. Если сравнивать с 2018 годом, то в 2019 году поступило больше доходов на 853 миллиона рублей. Темп роста к 2018 году составил 127,4 процента. Расходы городского бюджета в 2019 году составили 3 миллиарда 868 миллионов 116 тысяч рублей. Из них на реализацию муниципальных программ было потрачено 91,5 процента от этой суммы. Большая часть этих средств была направлена на социальную сферу, в том числе на образование. А это строительство здания средней школы по улице Зорге более 103 миллионов рублей. Капитальный ремонт детского сада номер 44 более 50 миллионов рублей. Стадион школы номер 16 более 34 миллионов рублей. Капитальный ремонт школы 10 более 131 миллиона рублей. Капремонт кровли школы 11 в клубе мечта. Капремонт фасада замены окон в школе 16. В представленной депутатом корректировки бюджета на 2020 год доклад директора департамента тоже начался со сферы образования. На 61 миллион рублей увеличились безвозмездные поступления на строительство новой школы на улице Зорге за счет уменьшения субсидий в 2021 году. Более 8 миллионов рублей город выделит на горячее питание школьников младших классов с нового учебного года. Елена Крескова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.